Ущественно расширяется масштаб бесконтактных боевых действий, достигается снижение потерь пилотируемых комплексов РЭБ и потребного количества некоторых наземных средств РЭБ. Оборонительную составляющую радиоэлектронной борьбы представляет собой радиоэлектронная защита объектов ВВСТ, включающая снижение их заметности, защиту от средств РЭБ, от боеприпасов с ПРГС и электромагнитного оружия противника, а также от взаимных помех радиоэлектронных средств. На службу РЭБ возложены такие важные задачи радиоэлектронной защиты, как обеспечение электромагнитной совместимости, ЭМС, радиоэлектронных средств и распределение радиочастот. Основные же функции радиоэлектронной защиты систем управления своими войсками и объектов ВВСТ, естественно, выполняются органами управления, штабами, родов войск, специальных войск и служб, на вооружении которых находятся соответствующие радиоэлектронные средства. Важной составной частью радиоэлектронной борьбы является радиоэлектронная разведка, включающая обнаружение, идентификацию, определение местоположения источников радиоизлучения, параметров электромагнитных сигналов и степени их угрозы. Эти разведданные используются не только службой РЭБ, вместе с другими сведениями о противнике и о своих войсках, но и командованием воинских формирований при подготовке и в ходе боевых действий любого масштаба. В связи с возрастающим потенциалом современных средств РЭБ и особенно авиационных и морских носителей средств радиоэлектронного поражения, действующих непосредственно в боевых порядках основных ударных сил, радиоэлектронная борьба из вида оперативного и боевого обеспечения все более трансформируется в вид боевых действий. С учетом этих соображений и назревшей необходимости восстановления численности частей РЭБ по инициативе руководства Генерального штаба в наших вооруженных силах на базе сохранившихся и вновь созданных частей РЭБ в 2009 году сформированы войска радиоэлектронной борьбы. Поскольку эти войска вооружены свойственными только им средствами радиоэлектронного поражения, средствами РЭБ, ракетами воздуха и РЭЛС, а в перспективе электромагнитным оружием, то, в соответствии с известными положениями нашего оперативного искусства, имеются основания рассматривать войска РЭБ не в качестве специальных войск, а в качестве нового рода войск. В отличие от существующих специальных, например, железнодорожных и войск связи, войска РЭБ предназначены не для обеспечения боевых действий родов войск, а для взаимодействия с ними в целях ведения боевых действий, например, в форме радиоэлектронных ударов. Авторы труда убедительно констатируют, что вслед за массовой радиоэлектронизацией и компьютеризацией войск в армиях развитых стран появились единые глобальные интегральные информационно-управляющие системы объединений, армий, флотов, фронтов, основу которых составляют формируемое единое информационно-коммуникационное пространство, интенсивно внедряемые системы подготовки и принятия решений, СППР, на базе искусственного интеллекта, а также экспертные системы. Их основная задача, ставшая возможным полномасштабное информационное обеспечение боевых действий каждого из объединений, армии, флота, фронта, в целом. Примером глобальной системы боевого управления, СБУ, является американская система С-41, разработанная в соответствии с концепцией ситицентрической войны и обеспечивающая, согласно оценке зарубежных экспертов, высокую устойчивость управления боевыми действиями в масштабе времени, близком к реальному, и во всех звеньях управления. Борьба с глобальными системами управления только путем их радиоэлектронного подавления становится малоэффективной и даже бессмысленной. Для обеспечения успешного противодействия таким СБУ требуются перспективные высокоточные средства радиоэлектронного поражения, включая АЭМ и другие виды нового оружия, а также современные информационно-управляющие, по существу ситицентрические, системы объединений, армий, флотов, фронтов, в которых благодаря интеграции средств поражения, пунктов управления, включая органы управления РЭП, и единой информационно-коммуникационной сети предусматривается возможность в реальном или близком к нему масштабе времени контролировать ход боевых действий, а руководителю любого уровня в пределах своей компетенции в любой момент времени предоставляется возможность принимать решения о средствах и способах боевых действий, в том числе и о применении адаптивных средств и способов ведения радиоэлектронной борьбы. Войска РЭП были созданы для военного времени. В мирное время главная их задача – боевая подготовка. Реальная же радиоэлектронная борьба в мирное время ведется в форме противодействия иностранным техническим разведкам. В последнее время обострилась проблема информационного противоборства, ИП. Многими военными специалистами высокоразвитых государств информационная сфера рассматривается как сфера боевых действий не только в военное, но и в мирное время предлагаются новые оперативно-тактические категории, такие как кибервойна, кибервойско, наступательные, оборонительные и специальные информационные операции. Ученые из Академии военных наук, Военной Академии Генерального штаба ВС РФ и некоторые руководители Минобороны РФ предлагают создание кибервойски даже нового вида вооруженных сил, киберкомандования стратегического масштаба и киберкомандований в составе видов вооруженных сил. То есть предлагаются радикальные, но пока недостаточно обоснованные преобразования. Вместе с тем, в связи с необходимостью нейтрализации информационных угроз и укрепления информационного суверенитета страны, представляются актуальными опубликованные в 2013 году предложения наших ученых и руководителей военного ведомства о завоевании информационного превосходства над возможными противниками, соперниками и конкурентами как в военное, так и в мирное время. С этой целью предполагается в составе вооруженных сил иметь специальные формирования, которые по сравнению с войсками РФ будут решать более широкий круг задач с применением разнообразных технических средств и способов информационного воздействия как на противостоящие системы неприятеля, путем подмены и искажения информации, то есть дезинформационных и диверсионных действий, так и на собственные системы военного и государственного управления, общественно-политические организации, бизнес-сообщества и средства массовой информации. В составе Генерального штаба наряду с управлением начальника войск РЭП могут быть дополнительно созданы руководящие структурные подразделения, выполняющие функции ИПК в мирное и в военное время. Для решения задач ИПК в мирное время представляется целесообразным в составе существующих войск РЭП сформировать дополнительно киберподразделения на базе средств компьютерного радиоэлектронного подавления, КРЭП, и специальные подразделения на базе электромагнитного оружия нелетального действия. Вместе с регулярным поступлением войска новых средств, комплексов и систем РЭП значительно возрастает роль и ответственность службы РЭП в деятельности командующих, командиров, и штабов объединений и соединений ВС в период подготовки и в ходе операций, боевых действий. При подготовке любой операции в решении командующего объединением на основе предложений службы РЭП по существу формулируется замысел дезорганизации систем управления войсками, силами и оружием противника путем их радиоэлектронного поражения, соответствующие задачи ставятся починенным соединениям и частям. РЭП в операции занимают оперативно-тактические расчеты по определению необходимого наряда сил и средств РЭП, их размещение в оперативно-тактическом построении объединения, организации управления и взаимодействия с основными силами. Учитывая эти обстоятельства, включая возможности существующих и перспективных средств РЭП и ВВСТ, создаваемых на основе достижений современной электромагнитной энергетики, имеются основания ожидать, что при грамотном планировании и применении средств РЭП ход и исход операций, боевых действий, будет во многом определяться потенциалом войск РЭП, от которого существенно зависит боеспособность вооруженных сил. Поэтому первостепенное значение приобретает приоритетное, на базе новейших технологий, развитие средств, комплексов и систем РЭП, соответствующие финансированию НИР, УКР и целевых программ, касающихся производства, испытаний, оснащения войск современными средствами РЭП, формирование необходимой численности частей РЭП и организации учебно-боевой подготовки личного состава.